добрый день любители радиоуправляемых моделей здравствуйте сегодня четверг и как мы обещали начинаем новый проект о которых скрывали секретничали это знаменитая пилотажная группа россии русские витязи нас будут их четыре самолета вот три из них готовы стоят здесь да у нас будет пилотажная группа но по сути дела получится единая модель из четырех отдельных самолетов наверное самый большой интерес будет именно в том как полетит такая связка из четырех по сути дела отдельных моделей но наша задумка показать их на параде победы 9 мая вообще кто видел их вживую в небе согласитесь это непередаваемое ощущение и вот мы хотим это воссоздать 9 мая и показать хотя бы пусть не маленькие но вот как раз ощутить вспомнить те моменты полета вот наших самолетов раскрасим мы их тоже под цвет витязей и в небе будут они смотреться достаточно копийно конечно поблизости небо это кристолет но когда он подымается в небо и набирает скорость смотрится это намного эффектнее начинаем лицей давай приступим так сегодня мы начинаем собирать как уже было сказано пилотажную группу русских витязей будем собирать их формацию роб то есть четыре самолета два друг за другом и два по бокам между ними но наверное не секрет что вот именно такие формации такие построения в воздухе это наиболее сложные элементы пилота же несмотря на то что в таких формациях самолеты не показывают всех своих сверхспособности сверхманевренности но удержать строй удержать позицию каждому пилоту это очень большого труда стоит так что для тех кто понимает именно полеты строя в различных формациях являются наиболее зрелищными наиболее показательными в плане мастерства пилотов формации конечно довольно много самые известные это кубинский бриллиант это когда 5 су-27 витязей и 4 29 мига идут и единым строем единым ромбом есть построение треугольник и вот одно из самых простых наверное но не менее сложных это формация роб которую мы начинаем собирать именно в такой конфигурации самолеты летят наиболее близко друг другу расстояние между ними бывает всего несколько метров но в нашей модели каждый отдельный самолет он будет играть свою роль две боковые модели у нас будут играть роль элеронов то есть управление по крену на этих моделях сделаны отклоняемые элероны хотя работать они будут симметрично на каждом самолете но так как модели находятся по разные стороны всей конструкции то отклонять они будут весь ромб как положено по крену вправо или влево замыкающий самолет будет играть роли руля высоты всей конструкции всей формации соответственно на нем сделаны отклоняемые рули высоты управляться не также будут одной сервомашинкой делать раздельные отклонения на этих деталях смысла нет эта модель у нас будет играть роль управление по тангажу всей конструкции ну и ведущий самолет который будем собирать сегодня на нашем видео уроке он у нас будет играть роль силовой установки всей сборки именно на этом самолете будет устанавливаться двигатель здесь же будет устанавливаться регулятор хода батарея приемник и вся вся электроника все провода будут сходиться именно к ведущему самолету все самолеты практически идентичные отличаются только расположением рулей на каких-то сделанные элероны на каких-то руль высоты на переднем вообще никаких рулей не будет только будет устанавливаться моторама но сама по себе сборка этих самолетов ничем не отличается они одинаковые единственное что я оставил не навешанным один элерон чтобы показать каким образом здесь будут закреплены рули в отличие от других наших моделей из епп решили сделать петли отдельные не оставлять тонкую полоску пенопласта в качестве петли сделать петли из пленки для ламинатора их три штуки на каждую плоскость данном случае на элерон все желательно точек подвески делать не менее 3 3 это самый минимум не важно что вы навешиваете элерон или рули высоты чем чаще будут установлены петли тем жестче будет у вас держаться рулевая плоскость меньше будет риска что она начнет изгибаться флотерить полете и тем надежнее будет управление опять усложняется немножко сборка так как рули относительно небольшие три точки подвески я считаю достаточно но меньше делать нежелательно давайте сразу закончим с элероном чтобы эта модель уже тоже была закончена и пока нам не мешалось сборке четвертого самолета обратите внимание что края передней кромки элерона срезаны на угол примерно под 45 градусов такой прямой угол образуется по центру в самом руле также по центру делаются надрезы вставляются полоски из пленки для ламинатора или другой подходящей пленки и приклеиваются на циокрин в руле тут уже петли вклеены сейчас точно такие же прорези надо сделать в крыле самолета прикидываем где у нас располагаются петли в этих местах делаем по центру надрезы шириной сантиметра полтора чтобы легче было петли вставлять можно маленькая даже края расширить конечно прорвать пенопласт нежелательно здесь он склеится тоже если прорезь получится более широкой и страшного ничего нет когда будете приклеивать петли это прорезь также склеится зато на момент сборки в более широкую прорезь ставить петлю будет гораздо проще чем попадать в прорезь сделанную впритык так сейчас прорези сделаны вставляю в них петли элерона спозиционировали аккуратно элерон он в принципе уже стоит но осталось нам петли приклеить так как наша модель из епп клеить будем на циокрин он его не разъедает для склейки таких деталей очень желательно использовать тонкий аппликатор на баночке с клеем или брать 3 граммовые тюбики там уже носик тоненький который вполне язык сойдет за аппликатор цель такая чтобы клей попал в прорезь на крыле но в то же время сам по себе элерон крыло у нас не приклеивался точно также немножко клею нужно капнуть с обратной стороны так как пленка жидкость не пропускает нужно чтобы она была проклеена с обоих сторон если петли делать не из пленки я скажем ткани вы эту можно будет обойтись пропиткой с одной стороны чуть-чуть активатора чтобы клей побыстрее схватился вот и все элерон у нас навешан аналогично навешиваются рули высоты и все остальные рулевые плоскости на этих моделях при необходимости после затвердения клея немножко рули разрабатываем если все-таки клей попал не туда куда надо самое главное чтобы рулевые плоскости могли свободно отклоняться в обе стороны ну хотя бы до углов 30 градусов ну теперь приступаем к сборке четвертой модели нашего ведущего сабы наверное основной самолет в этой сборке так как он будет тянуть все остальные модели по конструкции самолет представляет собой обычный профильный кристаллетик примерно то же самое что мы делали с миг-29 только в данном случае был за основу взят один из многочисленных проектов по мотивам су-37 или су-33 которые в принципе отличаются только наличием на 33 посадочного посадочного гака так как он корабельный но 37 в свою очередь послужил прототипом для су-30см на которых сейчас летают витязи и вот такую модель мы сегодня собираем в принципе от су-27 также в рамках вот такой профильной модели он отличается только наличием переднего горизонтального оперения но теперь приступаем к сборке все детали устанавливаются в пазы тут промахнуться довольно сложно самое главное аккуратно их спозиционировать и качественно приклеить кстати если кто-то переживает что у него нет возможности достать еппп точно такую же модель вполне можно делать из потолочной плитки и в принципе изначально все эти модели на потолочную плитку и были рассчитаны еппп хорош тем что он более эластичный их он не ломается при жестких посадках даже при очень жестких также его свободно можно клеить циокрином этот материал не растворяется ацетоном который входит в состав клея но так как клей достаточно жидкий достаточно просто прокапать шов снаружи клей сам затекает во все щели за счет капиллярного эффекта и какого-то тщательного промазывания и проклеивания не требует аналогично вклеиваем вторую сторону это у нас будет имитация воздухозаборников здесь конечно получится как бы единой деталью уже делать отдельные два воздухозаборника два двигателя на такой модели смысла нет вот теперь когда у нас вклеены два ребра жесткости нам нужно сделать лонжерон чтобы поперечная часть что поперечном направлении модель была пожестче и крыльями в полете не махала лонжерон удобнее всего клеить по линии отрезы элеронов если делаются боковые модели но если навешивать элероны на отдельные петли то лучше немножечко лонжерон сместить вперед за вот эти вот вырезы под кели например перед ними поставить лонжерон сделать его чуть короче жесткости он даст уже достаточно ну по крайней мере при вклейке элеронов у вас карбоновая рейка мешаться не будет лонжерон в принципе можно вклеивать и до установки таких ребер жесткости вот так как он практически ставится на всю ширину модели на весь размах крыла получается что половины модели нужно по сути дела перерезать пополам это не всегда удобно бывает просто потом сложнее склеивать поэтому сейчас просто сделаю отметки вот теперь по этой линии надо будет сделать прорезь как видите разрезать приходится материал полностью и если не будет таких ребер жесткости то по сути дела у нас модели распадывается на две половины вот так эти ребра маленькой все-таки держат детали остаются у нас единым целым в этом случае конечно не очень удобно делать все прорези но в клейке лонжерона они никак не помешают видите модель держится несмотря на то что ее практически пополам разрезали сейчас ставим на место лонжерон в нашем случае лонжерон делается из карбоновой рейки 0 5 на 3 миллиметра можно использовать практически любой карбон и даже деревянные рейки в этих целях просто жесткости от плоской рейки получается больше веса она нагоняет очень мало теперь остается пролить стык клеем фиксировать его маленько акселератором клей стараемся симметрично чтобы модель не повело обязательно прижимаем детали на какой-то ровной поверхности на столе доске при склейте постарайтесь поджать детали друг другу посильнее так во первых уйдет меньше клея во вторых клеевой шов окажется более качественным и меньше риска что модель у вас погнет циклин схватился можно проверить в изделии клей затек если где-то не хватает то можно пройтись еще с обратной стороны точно также пролить клеем вот главный элемент жесткости модели в клеем теперь собираем остатки корпуса вклеиваем имитацию носовой части фюзеляжа там где были сделаны шипы не забывайте промазывать клеем с обоих сторон клеевые днище так как изначально эта модель рассчитывалась на установку мотора в центре получается в середине модели практически около задней кромки крыла то изначально вот эта пластина она была намного короче по сути дела до вторых шипов я их уже увеличивал самостоятельно эту пластину задние шипы делать не стал ну думаю приклеить особого труда и не составит для начала прихватывая по углам чтобы детали не смещались шипы при необходимости маленькой нужно будет подрезать немножко с запасом были сделаны можно например проклеить промежуточные точки как раз эти самые шипы проклейку также стараемся вести симметрично теперь проклеиваем оставшиеся швы также прихватываем центральную точку ну и теперь самое время установить место мотораму мотораму будем делать из кусочка фанеры в моем случае получилось 35 миллиметров квадратик и при помощи такого деревянного кронштейна фанерную мотораму закрепим на нашей модель кронштейн в задней части повторяет форму таких боковин за минусом толщины материала из которого сделана нижняя крышка по большому счету точные формы тут какой-то роли не играют просто я хочу дополнительно связать мотораму не только с крылом но и с другими лимитами конструкции чтобы просто настояла пожестче маленько для надежности также проливаем клеем изнутри чтобы кронштейн склеился по всей своей длине достаточно капнуть несколько капель клей сам растечется как надо ну и теперь устанавливаем мотораму самому саму мотораму ставим вровень с нижним краем кронштейна тоже также прихватываем ее несколько капель цикрина вот вместо под мотор установлена здесь каких-то выкосов делать пока не будем посмотрим потом по поведению модели но скорее всего не понадобится то есть моторама клеится перпендикулярно плоскости крыла но теперь приклеиваем верхнюю часть фюзеляжа здесь у меня пластина пенопласта попалась несколько толще поэтому придется расширять прорези делал я их с расчетом на 5 миллиметров пластина почти 7 примеряем верхнюю часть фюзеляжа шипы кое-где тоже надо подгонять все нормально все подходит осталось аккуратно проклеить и потом поджимая детали друг дружке проклеиваем все остальное по всей длине приклеивать лучше вот так этапами один участок схватился теперь посильнее прижимаем детали на следующем участке и тоже их проклеиваем не забываем шипы проклеить с обратной стороны ну и остается поставить на место кили шипы здесь высокие с расчетом что их нужно будет вытянуть вниз так чтобы шипы практически полностью закрыли вырезы в боковинах воздухозаборника вот с проклейки этих шипов и стоит начать когда они схватятся киль с места сдвинуться уже не сможет можно будет спокойно его проклеить ну вот и все ведущий самолет нашей пилотажной группы готов в следующий раз вы их увидите уже покрашенные и будем собирать наши модели в единую формацию вот такие красавцы у нас с вами получились гордость россии хочется сказать спасибо алексею власенко за то что он нам прислал этот материал и пп за карбоновые трубки рейки планки спасибо ему огромное мы собираем уже не одну модель но следующий раз уже будем собирать руб из наших моделей и если честно не терпится поднять их небо и посмотреть как же все они ли полета ну поднять мы все равно и поднимем чтобы 9 мая мы точно на сто процентов знали что эта группа наша летает и хорошо летают чтобы показать все на что они способны соберем обязательно выйдем и поднимем не без этого на этом наш урок заканчиваем ставьте лайки если вам понравилась наша идея наша задумка можете это есть еще вас предложение пишите мы обязательно их рассмотрим не забывайте что у нас по пятницам стрим сейчас тем более мы будем выходить два раза в неделю в пятницу в 19.00 по москве в субботу в 11.00 по москве это для тех кто не успевает и россия наша страна большая когда мы ведем стрим на дальнем востоке уже утро наступает и не все ребята могут прийти и пообщаться вместе с нами так что два дня мы выделяем навстречу с вами общение ну и стали еще ближе к вам у нас есть форум приходите ссылку мы оставим в описании под видео также есть на главной странице канала страничка сообщества заходите туда и тоже можно перейти на наш форум с этой страницы ждем следующего урока с нетерпением соединяем их вместе но следующий урок как Алексей сказал мы их уже покрасим будьте с нами смотрите нас пока до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому